друзья всем привет сейчас я так понимаю в преддверии сезона люди начали делать оборудование для бройлеров ну для птицы и последнее время часто вопрос задают что как показали свои клетки чтобы вы изменили в это прошествие какого-то времени эксплуатации давайте вот я быстренько вкратце коснусь этой темы значит смотрите ну первое что за чтобы я сделал по-другому да как я и говорил когда делал из дерева клетки что делать надо их из металла лучше конечно сделать их из металла вот потому что и мыть и мыть их проще и зараза всякая не поселяется в металле вот и предполагаю что они скорее всего будут легче если сделать выбрать правильное сечение профиля до металлического предполагаю что будут легче касаемо значит веса смотрите делайте клетки учитывая в тот момент с кем вы будете их выносить вот допустим для моей супруги тяжело выносить эту клетку мне-то нелегко одеть вообще вот поэтому особенно заносить обратно когда после мойки впитывает влагу древесина она становится несколько тяжелее это проблематичнее в нос клетки осуществить наш курятник еще второй момент по в выносу заносу клетки это делайте клетку с запасом в меньшую сторону по габаритам чтобы она легко у вас со свистом пролетала дверной проем я сделал впритык экономия поликарбона да там не стал подрезать вот такой вот кратно делал строительному материалу и сейчас она проходит но впритык можно сказать это неудобно вот это касаемо габаритных размеров далее что еще значит по габаритам я скажу габарит тире вес эту клетку я хочу хотел сделать раздельную здесь вот разрезы сделать штифты металлические чтобы у меня верхний ярус снимался и было проще его носить без проблем можно это сделать но я наверное уже не буду делать потому как эти клетки скорее всего по пойдут на улицу там под какой-то навес а сюда нужно будут делать уже металлические клеточки такие скажем более продуманные уже и более оптимальные для нашего хозяйства значит так по весу габаритам я сказал по материалу я сказал по материалу вот еще оговорюсь мне описали в комментариях что чего не сделайте клетки из гипсокартоновых профилей да знаете вот эти вот направляющие там нп как она стойчная стойка да ну из из направляющего профиля делать смотрите мои соображения на этот счет я не считаю что она будет жесткая как вы закрепите вот эти профиля все да они сами по себе жестянка да тем более не замкнутую них контур не квадратного сечения а там п-образного сечения хорошо там нужно с ним подрезали разогнули усики там как-то на саморезы прикрепили на просечник да помощью просечек закрепить вообще без вариантов но на саморезы еще можно до попробовать но посмотрите птица тяжелая она носится клетку расшатывает боюсь что вот эти соединения местах да вот сочленения двух профилей через саморезы со временем разболтаются и жесткость потеряется у конструкции думаю что клетка из профиля будет расшатываться но я не уверен я не эксплуатировал я просто свои соображения вам говорю если кто-то пользуется скажите мне интересно самому но я думаю что надежнее и даже дешевле но сколько этот нп-шка стоит профиль я не знаю честно говоря но вот метр трубы 15 на 15 квадратный с толщиной стенки полтора миллиметра стоит 32 рубля у нас метр погонный это в александрию а если там из москвы привезти с автовой базы трубы дешевле в общем я планирую варить из вот такого профиля 15 на 15 полторашка толщина стенки значит смотрите по конструкции кормушки я буду оставлять они меня полностью устраивают отлично отлично моется чистится все вообще никаких претензий к ним нету очень нравится кормушки по кормушке есть видео отдельно как их делали что изготовление вот здесь ссылочка будет и в описании тоже по иначе смотрите по чему по самой конструкции значит меня спрашивают высота клетки высота клетки у меня здесь 40 или 45 я точно не помню сколько вот не подготовился я сейчас я рулетку принесу 40 получается но у нас здесь сетка на верхней кромке лежит поэтому получается у нас 35 с половиной высота кстати что такая маленькая да где 35 половиной значит смотрите а это у нас получается 25 сейчас бы я наверное сократил высоту поддона чистить удобно чем больше тем удобнее бесспорно но все-таки как нам нужно какой-то компромисс здесь правильно поэтому я думаю 20 принципе достаточно и мотыга я здесь подлезли все а вот это вот расстояние я добавил сюда сейчас объясню почему высоты достаточно можно было даже и 30 там птица умещалась вполне нормально вот кстати говоря посмотрел то на стоит видно да здесь и сейчас много переселили их вот освободить надо под молодняк здесь перенаселение потому что завтра они убираются ничего одну ночьку посидят я думаю они сильно не расстроятся вот что я говорил а высоты значит для птицы самой хватает но почему я рекомендовал бы увеличить вот эту вот часть потому что вот в таком возрасте птицы не удобно пить по елке просятся выше вот а выше я их не могу поднять потому что у меня видите как получается еще вот это вот деревяшка сжирает какое расстояние 5 сантиметров если было бы здесь железка я уже вы на 3 сантиметра выше поднял бы уже было бы неплохо а если еще плюс 5 добавить то получится 8 сантиметров самый раз то есть птица должна пить тянуться к поилке как бы у нее закидывать закидывать голову да она у меня вынуждена ложится и пить ложе если она пьет стоя она это делает сбоку ей неудобно вот поэтому поилочки просится выше это вот касаемо как бы я сейчас распределил вот эти вот размеры до сетка на полу часто спрашивают есть видео про клетки тоже оставим в описании видео про клетки и ссылочку дам но повтори пожалуйста сетка на полу сетка на полу имеет ячейку 12 половина на 25 толщину проволоки я сейчас не помню за штангенциркулем не пойду но по-моему 1 и 8 на 8 это может быть 1 и 6 мы искали 2 но не нашли 2 и только горячего цинкования стоит тонких денег и надо ехать на липсет полуночногорск вот лапы страдают от этой клетки нет нет я я и каких-то проблем сильных по ногам у них не вижу какашки проваливаются проваливаются какашки меня спрашивают почему не 25 на 25 потому что не знаю потому что мне кажется что так им комфортнее именно для ног чай чаще они бы чаще сетка позволяет им более равномерно распределить свой вес но если еще чаще взять мне кажется что будет проблемы с проваливанием какашек нет чаще не надо это только в брудер поэтому идеально это сетка в общем да так ну вот два 12 половина нас половины можно в брудере использовать а здесь я думаю нет смысла никакого так значит дальше здесь 50 на 50 но здесь можно использовать любую лишь бы они не выходили наружу значит теперь касаемо саш секунду сказал любое пластиковые можно использовать пластиковые можно использовать но на пластиковые вы не повесите кормушки вот пластиковые тоже наверное разное бывает может на какую-то можно повесить но я с позиции того чтобы на нее можно было вешать кормушки кормушки регулируется по высоте вот вы видите сейчас они сделаны для маленькой птицы то есть расстояние от пола ведь всего лишь пять сантиметров потом я ставлю 10 и уже все и так комфортно до самого забоя птицы находится с таким положением кормушки значит дальше по поводу давайте по поводу поддонах задняя стенка закрыта поликарбонатом есть необходимость там ставить сетку вот я хотел об этом рассказать после поддонов давай рассчитывать стены обсуждаем смотрите значит поликарбонат для закрытия задней стенки не самый наверное лучший вариант почему все он прекрасно справляется своими обязанностями но приходится мыть соты туда попадается равно грязь пух и это увеличивает время уборки когда клетку моете вы проливаете эти соты это неудобно это время короче в общем не нужно это все какие альтернативы я вижу для будущих своих вот клеток наверное там оптимальнее всего это оцинковка металл ну какой там самый дешевый 0 4 толщины может на 35 даже вот и тогда если вы закрепите надежно к стойкам его там нет никакого смысла в этой сетке вот если просто поликарбонат без сетки они выйдут через него без проблем эти лошади выломают его а может элементарно вот а если там будет оцинковка хорошо закреплена да вот на трех стойках растянута то они ее не выломают никак вот поэтому сетка вот так же как смотрите вверху я сделал здесь сетку она здесь абсолютно не нужна единственно что лампу удобно стоять я могу кусок сетки просто кидать и ставят на нее лампу а вот это лишний расход материала сверху в роллеров сетки не нужно они не выпрыгивают низкой не скачет никуда не улетят общего в итоге значит теперь по экранам еще раз что я сказал если из оцинковки не нужна еще вариант который я рассматриваю для поддонов но может быть он и подойдет вот для таких вот ограничивающих экрану что поймет не распространялся по курятнику я рассматриваю сейчас монолитный поликарбонат вот он зараза дорогой миллиметр литровый лист миллиметровой толщины метра 25 на 205 стоит 1000 рублей где-то вот но я хочу попробовать его вот сюда и нет сот в нем самый большой в нем нет сот вот самый геморрой понимаете смотрите все равно здесь вот у меня был вот у птицы пальпа нужно и сюда 100 и попадает помет и его приходится удалять тоже когда моешь клетку вот все вроде помыл и вот и долбишь керхером вот эти вот сотки чтобы промыть чтобы оттуда все вымыть короче говоря если будет есть просто кусок монолитного поликарбоната то это отпадает необходимость в этой работе вот никаких плоских шиферов по избе фанеры я сюда не планирую использовать вот я уже говорила мне очень устраивает а плоский шифер весит уже очень много ну и тяжелый конечно да упаси господь так теперь от плоского шифер она знает о чем говорить я хотел сказать ты сказал хотел сказать про а пропадон это сказал пропадон я уже сказал про заднюю стенку я сказал то есть грубо говоря но задние стенки нужно делать с разрывами обязательно вот посмотрите чтобы была вентиляция чтобы не было застоя воздуха то есть здесь конструкция уже разное возможно я когда буду делать я попробую вам расскажу общем вот теперь еще такой момент хорошо было бы в клетках делать отбойники да вот в местах где брусок ну как вот у дима бочарова сделано в плендах хорошо бы да для этого оборудования нужно ножницами не нарежешь таких полосок как бы вот и по поводу мойки клеток смотрите тоже хочу сказать почему я хочу сделать железное и раздельное чтобы у меня была возможность зимой эту клетку закинуть в портер отвезти на мойку в александр потом помыть ее керкером если у меня мороз там грубо говоря до минус 30 все равно короче мыть клетку придется зимой тоже вот это ничьи это не дело вот я по почистил механически обработал огнем перекисью но мне не нравится ту же в принципе она грязная на эти подобные смотрите неважно а вот именно вот вот местах от примыкания до сетки вот смотри на поперечинах она грязная по большому счету мнение не удалось очистить без керхера и и так но дезинфицировать я думаю все таки удалось но я надеюсь до огнем я прокалил как следует и перекисью обычно мы делаем это все над уксусной кислотой но над уксусной кислоты лена не не заготовила нам заранее не заготовила но она осталась другом теперь значит смотрите по поению в принципе поение меня полностью устраивает конечно хотелось бы попробовать не пильный поилки итальянского производства но китайские справляются за за ними нужно смотреть контролировать они бывают забиваются зависают бывают начинают течь но это все в ваших силах проконтролировать так что в принципе год я уже эксплуатирую до больше года эти поилки и я ни одну еще не поменял они все родные там почистишь их там это самое притрешь немножко и все так ну что по клеткам вроде бы все или нет или еще что-то сказать вроде бы все да я сказал застой воздуха не происходит в тех углах которые смыкаются поликарбонатная этой самой защиты и в там самых углах которых вот ну вот у тебя же не все стенки закрыты там где они закрыты там не будет спокойно да вот в этих углах вот здесь да не знаю но у меня вот открыто же смотреть две стороны все верхние части там где птицы верхние части где они не закрыты а закрыта только две стороны где поймет что он не протекал не про не вываливался наружу на стены они не дристали для этого я же рассказал смотрите-ка сколько на этих стенках задерживается видите всего интересного да если бы их не было все было на стенах у вас и на полу хочу сказать вот о чем многие когда первый раз делал клетки не задумываются об этом как и я вот принципе как-то об этом особо не думал что у вас птица предзабойной весе очень много весит будет вот допустим здесь у меня 25 штук на ярус до предзабойный вес бывает 4 килограмма то есть 100 килограмм у вас сидит на каждом ярусе 300 килограмм плюс помет емкость водой то есть вес приличные получается вы оцениваете надежность вашей конструкции понимаете то есть колеса как я вот применял колесики вот в этих клетках изначально наивно предполагая что это очень удобно их будет катать а их выломала буквально через неделю когда еще они там были всего лишь там грамм наверное по 500 вот кроссе в металл еще можно колесо это колесо рассчитанное на эту нагрузку ну по большому счету вот я понимаю что колеса нафиг не нужны в клетках может быть в брудере там покатать его это тоже не особо в общем я отказался от колес не вижу в них смысла особого ну и еще раз обращаю ваше внимание что у вас будут разные ситуации выращивание бройлера происходить да столкнетесь с разными моментами интересными как вот допустим понос я уже показывал и вот именно мне и и нравится вот эти поддоны вот в такие нештатные ситуации они выручают здорово там или потекла поилка такое тоже бывает потекла поилка вы с утра пришли а у вас лужа а там кто-то там долбанул по ней так что она там зависла да еще кто-то попала какая-то песчинка и у вас вот тепло так бы у вас там я не знаю может быть для вас не критично на пол бы вылилась там еще куда-то а здесь она лужица останется на поддоне никуда не денется как бы вот по поводу применения здесь монолитного поликарбоната толщиной миллиметр да ну максимально дешевый вариант я ищу как вы думаете миллиметра выдержать я просто никогда с ними сталкивался не прорывается ли он там тяпкой да легко то есть как вы насколько он плотно сколько он прочный что скажете подойдет сюда миллиметр пишите в комментариях будет интересно а еще момент что ты думаешь по поводу того что поддоны люди используют которые выдвигаются не жалеешь это что-то не использовал такую схему я уже говорил в ролике о поносе об этом нет не жалею я объясню еще такой момент посмотрите но поддон у вас выдвигается он же вас не просто стряхивается вам все равно придется его скребком елозит по нему скребком все это счищать куда-то он объемный да он неудобный вы будете держать счищать нужно какой-то огромный корыто я не знаю что там но есть приспособа там какие-то наверняка вот но а смысл какой вы тоже будете скребком его чистить а я здесь сразу скребком чище сразу емкость я не делаю с приспособления этого но у меня есть приспособа видео они вот здесь вот будет вот а а это самое а у меня нет вот не нужно вот это вытащил как-то там это упер поддержал скребком пошкрябал вот я сразу взял тяпку все сюда вот сместил в корыто и унес ну во-первых это но это на спину еще сугубо для меня удобнее вот для кого-то наверное нет мое мнение исключительно так ищутся одежду перепачкаешь этим подбором как-то надо перед я как в концертном не чищу страну мне даже не концертно неприятно когда в дерьме ровным словом обмазана радость моя когда у птички понос был я когда чистил они приху в меня дристали ничего страшного нормально я уже поэтому я не заходила сюда избежание расстройств психологического характера так все ты все перечислил да вроде бы может быть что-то забыл спрашивайте справедливости ради стоит сказать что деревянная конструкция вполне жизнеспособна и имеет право на существование единственное за год эксплуатации чуть-чуть от разлохматилась дерево от чистки керхером друзья ну так красно рассказал я о моментах которые всплыли после года эксплуатации по нашим клеткам чтобы я изменил такой же обзор мы постараемся сделать на брудер но он там будет гораздо короче если я что-то упустил то спрашивайте в комментариях я постараюсь ответить в описании под видео мы обычно размещаем ссылочки на то о чем говорим то есть про изготовление клеток кормушек там будет видео приспособление возможно напоение смотрите кому интересно на этом все спасибо за внимание подписывайтесь на канал ставьте лайки или дизлайки всем пока но пасара